Добрый день, уважаемые и на улице! Новый коронавирус – это респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделении из носа. Также он может распространиться, когда больной касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки, телефонов, смартфонов. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией сходны с симптомами обычного сезонного гриппа. Это высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затруднённое дыхание. По оперативным данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, на 15 апреля на территории Республики Башкортостан выявлено 149 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев. Из них 116 человек госпитализированы в медицинские учреждения Республики. Самое большое количество пациентов госпитализировано в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Это 56 пациентов. 28 пациентов госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова. В Дёмском районе в лечебных учреждениях находятся 8 пациентов, в городе Октябрьском 1 пациент, Нефтекамске 2 пациента, Кумиртау 1 пациент, Сибае 1 пациент, Стерлитамаке 2 пациента, Белевеевской ЦРБ 8 пациентов, Бирской ЦРБ 5 пациентов, Буздякской ЦРБ 1 пациент, Тюртюрлинской и Синголовской ЦРБ 1 пациенту. Всего с выздоровлением в Республике выписано 9 человек. С подозрением на коронавирусную инфекцию и симптомами ОРВИ в стационарах Республики Башкортостан на сегодня находятся 366 человек и из них 10 детей. Проводятся необходимые мероприятия по диагностике и лечению этих пациентов. На амбулаторном лечении по Республике 19 человек с лёгкой формой заболеваний, но с подтверждённым диагнозом коронавирус. Все они находятся под наблюдением медицинских работников. Умерло 5 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID. Причины смерти у 4 по данным патолога анатомического заключения установлены как COVID-19. Между тем, на территории Янаульского района на 16 апреля зарегистрировано 2 случая заболеваний, подтверждённых коронавирусной инфекцией. Оба пациента госпитализированы для проведения дальнейшего обследования, наблюдения и лечения на специализированный госпиталь ГБОС РБ городскую больницу города Нефтекамск, согласно маршрутизации, утверждённой приказом Нездрава РБ. Один пациент в Янаульском районе находится с первым положительным результатом мазка из ротоглотки. Он находится в режиме самоизоляции в домашних условиях. Проведён второй забор мазков из ротоглотки и направлен в лабораторию города Уфы. По подтверждённым двум случаям и по одному положительному результату анализа на КВИ отрабатываются противоэпидемические мероприятия с определением контактных лиц. У них проведён забор мазков из ротоглотки и проводится диспансерное наблюдение на 14 суток со дня последнего контакта. Это 26 человек, которые контактировали вперед до 10 апреля. С диагнозом внебольничной пневмонии в Янаульской ЦРБ на 16 апреля получают медицинскую помощь 3 пациента. Состояние у всех троих в средней степени тяжести. С 1 марта медицинские работники проводят диспансерное наблюдение прибывших граждан в район. Общее количество таковых 200 человек. Согласно полученным спискам из республиканской больницы, за медицинской помощью обратились 105 человек. Выписаны из республиканского онкологического диспансера 12 жителей Янаульского района. Из 200 прибывших граждан у 172 граждан срок инкубационного периода 14 суток прошло с момента прибытия в район. В режиме самоизоляции на сегодня 28 человек. Жалоб на ухудшение самочувствия и появление признаков ОРВИ никого из них нет. Граждан, прибывающих из-за рубежа, из Москвы, из республиканских лечебных учреждений, Согласно полученных списков, проводится обслон медицинскими работниками о состоянии здоровья этих граждан. Даются рекомендации о соблюдении самоизоляции на 14 суток и планово проводится забор материалов. В поликлинике работают мобильные бригады по забору материала у прибывших граждан. Работа медицинского работника регламентирована различными юридическими нормами разного уровня. И нынешняя ситуация не исключение. Таким образом обеспечивается безопасность как пациента, так и медицинского работника. Один из самых частых вопросов, задаваемых нам на горячей линии в мессенджерах и социальных сетях, это вопрос о сдаче анализа на COVID-19 с формулировкой «Хочу сдать для себя» на всякий случай. Сдача анализа на коронавирусную инфекцию регламентируется постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта нынешнего года номер 9 о дополнительных мерах по недопущению распространению COVID-19. В нем прописан исчерпывающий перечень категорий лиц, которые обязательно должны сдать анализ. Вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний, контактировавшиеся с больными COVID-19, с диагнозом вне больничной пневмонии, лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, имеющие инфицирование COVID на рабочих местах один раз в неделю при появлении симптомов, не исключающих COVID, немедленно, лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, независимо от организационно-правовой формы, социально-учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернации УФСИН России и персонал таких организаций при появлении симптомов респираторного заболевания. На сегодняшний день сдача анализа платно возможна в лабораториях, имеющих разрешение Роспотребнадзора. Перечень можно посмотреть на официальном сайте этой организации. Иноульская больница не занимается платным забором материала. За весь период наблюдения в Иноульском районе проведен забор биоматериалов у 322 человек, в том числе у лиц, прибывших с РКБ, 74 человека, лиц, прибывших из-за рубежа, 49 человек, медицинских работников, 64 человека, у больных с внебойничной пневмонией, 24 человека, у контактных граждан, 72 человека, также лиц, прибывших из регионов РФС, признаками ОРВИ, 39 граждан. Итого у нас по республике Башкортостан на сегодняшний день проведено обследование 24 881 лабораторных исследований на коронавирус. В связи с продолжающимися глобальными распространениями коронавирусной инфекции и профилактикой внутрибольничного распространения в Иноульской больнице действуют ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим временно отменены профилактические медосмотры, диспансеризация, прекращена плановая госпитализация в круглосуточный стационар, нет допуска посетителей к стационарным больным, организованный фильтр медицинских сотрудников перед работой с термометрией, с признаками ОРВИ сотрудники не допускаются к работе. Режим работы поликлиники установлен до 19 часов. Во взрослой и детской поликлиниках организован прием пациентов с признаками ОРВИ в отдельный вход. На базе терапевтического отделения открыт пульмоблок для пациентов с внебольничной пневмонией без COVID-19. В поликлинике организован отдельный вход для посетителей женской консультации. Режим работы женской консультации прежний, двухсменный. В целях разграничения потоков предусмотрено понедельник, среда, пятница, плановый прием для беременных. Вторник, четверг, суббота для пациентов гинекологического профиля. Неотложная и экстренная помощь в любые дни. В детской поликлинике имеются раздельные входы для болеющих и здоровых детей. В вторник, четверг, здоровый прием педиатра с 8 до 11 часов. Стоматологическая поликлиника работает в прежнем режиме. Временно до 20 апреля не работает стоматологическое ортопедическое отделение больницы. Если есть у вас вопросы, задавайте их, позвонив на горячую линию Минздрава Республики Башкортостан по номеру 8 347 279 91 20, также 8 347 28 65 827. Республиканский колл-центр по противодействию распространению коронавируса по телефону 8 800 201 89 03. Звонок бесплатный. В распотребнадзор по соблюдению режима самоизоляции по телефону 8 800 555 49 43. Также Координационный совет по вопросам соблюдения карантинных мероприятий прибывшими гражданами по телефону 8 800 775 00 14. Вся достоверная информация по коронавирусной инфекции COVID-19 обновляется ежедневно на сайтах СтопКоронавирус.РФ, Минздраве Республики Башкортостан и Роспотребнадзоре Республики Башкортостан и Российской Федерации. Определены 7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции для населения. Вы сдержитесь от посещения общественных мест, торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспортов в час пик. Используйте одноразовые маски в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, каши, чихания, выделения из носа. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контакты с посторонними людьми. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. Ограничьте по возможности при приветствии тесное объятие и рукопожатие. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены. Также определены 5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача. Проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели. Возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями, с детьми и с беременными женщинами. Ухаживать за больным лучше одному человеку. Пользуйтесь при кашле и чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте локтевой сгиб. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посуды. Обеспечьте в помещении влажную горку с помощью дезинфицирующих средств и частот и частот проветривания. Призываю население нашего района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции и по возможности оставайтесь дома. Всем терпения и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok